Здравия желаю! Там ещё Котляров говорил, что надо не объединяться, а рассредотачиваться. Но мы и так рассредоточены, а объединяться нам, естественно, не дадут и не дают. Сотни лет, так что тут тоже перспектив нет. А рассредоточиться ещё больше, так это делают жидко. Жидко же нас убивают каждый день, и таким образом они нас ещё больше разряжают, становится всё меньше, рассредотачивают. Так что рассредотачиваться не надо, и так рассредоточены. А объединиться не дадут, поскольку в любое объединение тут же или убивают, или прикроют, или возглавят. Остаётся только одно – партизанщина. Партизанские одиночки, двойки, тройки, не больше пяти человек, отряды совершенно самостоятельные, никому не подчиняющиеся, выполняющие самоличные перед собой поставленные цели и задачи, у которых есть одна общая цель – освободить свою землю от оккупантов. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 2 часа 16 минут, 16.11.2016 года. Ночь – самое хорошее время для творчества и разбирания ваших добрых и тёплых писем. На самом деле, ВКонтакт за всё время, по-моему, 2 или 3 письма, скажем так, своего рода интересных попались. Я, кстати, даже поймался на мысли, пожалел, что их удалил. Нужно было сделать их копию. Да, читал под письмами в комментариях, что я это сам всё написал, эти письма. Ну, те, кто со мной находится рядом, они знают прекрасно, что даже копию уже готового сделать письма, мне, мягко скажем, лень. То есть, вот есть письмо, его надо оформить, сделать скриншотом. Не потратить даже 2-3 минуты на оформление письма не всегда есть желание. А чтобы тратить время на написание самому себе писем, ну, что я могу сказать, ничего страшного. Как мой хороший друг говорил, оно попустит с годами. Вот, значит, я вам зачитаю письмо Ксении. Но я фамилию не буду называть, я вообще, в принципе, не знаю, как люди реагируют на то, что я, допустим, говорю имя и фамилию. Кстати, в предыдущем рубрике забыл поблагодарить Мурада Магомедова за его замечательное письмо. Сразу тоже хочу сказать, Ксения, благодарю за отличнейшее письмо, которое я проникся большим интересом, которому я проникся с большим интересом. Забегаю вперёд, чтобы не забыть. Всё, что вы написали, это всё, что вы сообщили в письме, это самые обыкновенные вещи. Просто не все муравьи могут голову поднять и увидеть. А иногда, даже если и видят, не понимают то, что они видят. Прокомментировать письмо насчёт планктона. Как прозвучал вопрос, откуда информация, что звёзд это планктон. Да, собственно, вся информация у меня оттуда. Это я, знаете, так палец кверху подношу. Вот. Я в большей степени уверен, что не найти книжек и информации, где бы это описывалось. Вы скажете, моя фантазия. Вот, да, получается, и всё остальное моя фантазия. Дело в том, что в ночном небе, как и в морском океане, существует колоссальное количество всевозможных существ. Это может быть всё, что угодно. И планктоны, и покемоны. Вот. Ну, 2 часа ночи. Не особо я что-то разговорчив. Буду после этого ролика готовить новый ролик. Я же ролики, по сути, делаю круглосуточно. Сплю, встал, делаю ролики. С утра до вечера пока не устану. Вячеслав, доброго вечера вам. Спасибо за ваши труды. Смотрю ваши ролики, радуюсь. Вы молодчина. И решила я всё-таки написать вам, поделиться важной для меня информацией. Пересмотрела очень много видеоматериалов. В общем, самых разных, как и вы. Я сидела и целыми днями, и ночами изучала разных учёных. И не учёных тоже. Поначалу было желание рассказать мои наблюдения Сергею Тарасову. Но осознала, что ваши взгляды на мир мне всё-таки ближе. Единственное, в чём я расхожусь с вами во мнении, это то, что звёзды планктон. Думаю, это не так. Для начала скину фото, а потом объясню, что к чему. Первое фото – это оригинал. Следующие два, немного улучшенные в качестве. Фото были сняты мною на обычный фотик, мыльницу, из моего окна ночью 01.06.2012 года. А теперь объясню вам, кто это и что. Я давно слежу за звёздами и небом, начиная с самого раннего детства. Не буду вдаваться в тонкие подробности, но скажу, что каждую ночь наблюдаю в небе различные корабли НЛУ. Поначалу меня это шокировало, сколько их на небе. Я бы их не пересчитала. Они выглядят, как обычные звёзды, но отличаются. Вот именно с того дня, как были сделаны те фото, я вижу их уже свободно, невооружённым взглядом. И очень часто под облаками, даже в пасмурную погоду. Они тучно зависают, даже не стесняясь, что их обнаружат. В основном они зависают над нашими заводами. Я живу в промышленном городе, полно заводов вокруг нас. В ту ночь я приехала домой, на машине с работы. Была тёплая и ясная погода. Я вышла из машины, и на меня светило очень ярко и низко два объекта. Но это были не звёзды. Они слишком активно шевелились, передвигались немного вправо, влево, вверх, вниз. И меняли форму. Другой бы сказал, это свет от звёзд летит к нам так далеко издалека. Но звёзды не все висят над макушками деревьев и не меняют своё местоположение в течение пяти минут. Я зашла домой, открыла окно и стала снимать из окна сквозь деревья эти объекты. В надежде, что хоть что-нибудь на фотках я увижу. Отсняла, вытащила карту памяти, поставила в комп и на большом экране вместе с сыном разглядели НЛО. Сначала едва заметные проявления и черты какого-то лица. Потом на последней фотке очень хорошо и отчётливо нарисовалось это лицо. Женщины-кошки. Пока снимала, на экране фотоаппарата лица не видела. Но видела всё время в объективе тот маленький шарик внизу фото. Он светился постоянно. Так вот, я поняла, что моя вспышка от фотоаппарата ночью в направлении этих кораблей привлекла их внимание. Ирочка, я пишу на микрофон, миленькая. Ничего страшного, это я монтажом вырежу. Я просто сбился. Так вот, я поняла, что моя вспышка от фотоаппарата ночью на направлении этих кораблей привлекла их внимание. Я смотрела на них, а они на меня. Там на фотке есть заметный луч против веток деревьев, с которого высветилось это лицо, смотрящее на меня. Только, пожалуйста, не спрашивайте, как все у меня спрашивают, а где же туловище? На фото не физическое лицо, что-то вроде голограммы или информационное что-то, конечно же. Первая наша реакция с сыном была. Огромный испух. Мы закрыли окно и даже начали молиться, потому что испугались, не на шутку. Глаза смотрели прямо на меня, с той стороны, где я пыталась заснять НЛО. На утро я открыл еще раз фото и внимательно стал разглядывать то лицо. Я увидела, что глаза у нее добрые. А потом мы ложились спать все время с открытым окном, и эти корабли светили на нас металлическим светом каждую ясную ночь. Подсознательное чувство было покоя, что нас охраняет. Попросила тогда камеру у друга и сняла их на видео. Корабли были двух видов. Простые тарелки и в виде бочки. Мне даже стало спокойно, когда они рядом. Когда окружают наш город, Волжский и Волгоград. Да, я думаю, что они есть везде, по всей Земле. Они связаны с Луной. И по моим наблюдениям, когда Луна висит очень близко, яркая, кораблей вокруг сильно много. У меня все время возникает чувство, что они оттуда. Что именно на Луне их база. Точно не могу этого утверждать. Много раз вечером еду на машине и по небу летят пара-два красных огня, не мигая, но достаточно быстро. Я набирала скорость, но так просто их не догнала ни разу. Зато видела сама, как они рассредотачиваются. Котлеров говорил, что надо не объединяться, а рассредотачиваться. Зато видела сама, как они рассредотачиваются и зависают. Вывод для себя сделал такой. У них работа такая. В то же время, в том же месте, летом и зимой, отличаются почему-то. Зимой их менее заметно. Теперь я понимаю, они наблюдают за звездами, солнцем и Луной. Меняют эти лампочки, когда те перегорают и падают. В нашу жизнь они не вмешиваются, по крайней мере, в открытую. Но иной раз я выглядываю в окно, вижу корабли и мысленно приветствую их, здороваясь с радостью. И корабль-звезда посылает мне ответ. Своё приветствие начинает сильно сиять, негать, меняет форму и цвета, угуляет с места на место. Я привыкла к тому, что мне никто не верит. И сын часто мне говорит, мама, не рассказывай только никому. Тебя не поймут, тебе никто не поверит, тебя не услышат. Я рассказывал и показывал их своим друзьям, знакомым, коллегам с работы. Короче, всем, кто под руку попадался в нужный момент. Но на меня смотрели искоса. Не верят, потому что спят и не видят сами. Слава, надеюсь, вы мне поверите. А может и вам что-то пригодится из моих наблюдений. Хотелось бы узнать у вас из каких источников вы взяли информацию о том, что звезды это планктон. Я хочу понять, во всем остальном, где вы даете информацию о мироустройстве, я с вами согласна. Спасибо вам огромное. И Сереже Тарасову тоже. Но только Сережа в последнее время как-то изменился. Не в лучшую сторону. Много матершины проскакивают у него в речи. И с этим СССР связался. Возможно, напрасно. Если что, лишнего нацарапало. Извините, Слава. По скриптам. В 2012 году в конце лета, или в начале осени, несколько ночей подряд я наблюдала на небе две луны. Одна обычная, наша. А другая красная, большая. Были еще свидетели этого хозяева ресторана, где я работала. Мы тогда связывали это явление с планетой Нибиру. Я еще тогда подумала, это просто корабль под видом планеты. В новостях тогда показали хвост, в котором было несколько малых кораблей. Нечто похожее я уже видела лет 20 назад. Так вот, когда я увидел недавно ваш ролик про луну из соседней ячейки, эта же мысль у меня возникла с той красной луной 4 года назад. Она все ночи висела очень низко над горизонтом. Хотелось бы еще рассказать вам слава про флотилию кораблей, которые наблюдали сотни людней над нашим городом 23.07.1993 года. Но боюсь уже писать лишнего. Не знаю, как вы среагируете. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня, слышали меня. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok